Да. Меня ещё так удивляет эта эпидемия, как кавказцы подсели на кофе. Это вообще... Это просто... Вообще вот с такими лицами все... А безлокозно мне что-нибудь сделают? Эй! Вы мне в прошлый раз зачем обычное положили? Что, не знаете, я пукать начинаю? Безлокозно я мне сделаю... Я в ахере. Что говоришь? На грудном молоке есть? Это у тебя дома или что? Ты из вот этих сумасшедших. Я испекла блины на сисечных сливках. Что? Простите. Да где? Ну хорошо, где на грудном молоке? А всё, что в телеграм-канале, это правда. Нет, ну ты реально на грудном молоке? А где это можно попить? Я ни рекламу не даю, не знаю. А вас не удивлять, что... Что вы с собой можете носить еду? Прикиньте, пацаны... Ну не, чисто гипотетически, они же могут похавать это? У меня, кстати, та пациентка, которую ела. Что? Пила своё грудное молоко, да? Слушай, я только утром блевал. Честно, вот ты как будто добиваешься, что вот эта женщина с капельницами просто в холостую. Ладно. Кары же тоже носят еду с собой. Буляя… Буляя… Пацаны, покормите человека. Круто! Мне очень приятно, спасибо огромное, я рад, что сегодняшний концерт состоялся, вопреки всему. Честно признаюсь, как я траванулся вчера, как я траванулся. Здесь, кстати, ел. Это шутка, это шутка. Не-не, ел бы здесь, было бы все в порядке. Какие-то капельницы чего-то, вот это уже все началось. Я сейчас по ощущениям, знаете, как будто бы в старом полузаброшенном американском городке, где есть только один бар, и я в нем старая стриптизерша. И у меня уже болят колени, ноги, все такие, где, сука, Ребекка? Пошла на сцену! И уже вся жопа в синяках, знаете, вот такая старая стриптизерша. Реально, все говорят, надо отдыхать. Отдыхай, отдыхай, вот ты вот не отдыхай. Да я хочу отдыхать! Кто отдыхает с кайфом вообще? Кто прям уже два раза в этом году отдохнул? Есть такие люди? А ты ему в глаза смотришь и хлопаешь вот так, назло? Как круто! Вы какие-то враги или что? Вы даже выглядите так, как будто один за одну палочку твикс отвечает, другой за другую. Просто один в белом, один в черном. А кто вы? Безработный? Ну в целом он отдыхает. А ты что делаешь? А ты что, где работаешь? Кстати, какой совет дашь? Что, доллар будет расти или падать будет? Не знаешь? Ну ты в натуре отдыхающий сотрудник. Не знаю. Хорошо. А какой-то совет можешь банковский дать? Если надо купить, покупай сейчас. А, если надо купить, сейчас покупай. Ух, как ты завуалировал, в итоге там дальше только хуже будет, я понял. Ребят, кому-то надо, давайте скинемся вместе, долларов триста купим. Надо купить. Это у тебя, по-твоему, чего у меня за жизнь, что ты такой? Надо доллар купить. Не, у меня, бля, надо кефир взять, надо воды домой заказать, пятилитровку. Каждый раз же необычная аудитория собирается. Вот девушка в какой-то байкерской куртке пришла. Это ваша или вот вы поделились? Это ваша байкерская куртка? Вы гоняете на мотоциклете? О, круто. На каком-то спортивном? Мотоспорт. Круто. А как ты к этому пришла? Ты так выглядишь внешне очень хрупкой девчонкой. Что папа? А у тебя папа байкер? Ну тогда мне нечего тебе сказать. Ты сразу с этого начинай. Прям на куртке сзади напиши. Отец байкер. Все, какие вопросы вообще. А такой отец тоже байкер? Ну то есть он как звучит, как выглядит? Или он тоже такой, ну как будто... Настоящий байкер. Настоящий, да? Вот с такими плечи, татухи, борода, подмышки волосатые. Не, ну реально. Вот такой, он типа как медведь? Кавказский еще? Ну я понял, у тебя какой-то концентрат тестостерона, а не отец. Вот все пацаны, у кого борода не растет, вот дайте ее отцу вот так вам ладонью поводить. Просто так лицо потеребить, сразу какая-то растительность появится. Ну классно, вообще прикольно. А еще братья-сестры есть? Братья? Они тоже байкеры? Реально все байкеры? Даже мама? Вау, вы как семейка Торнбери, только не про животных, а про мотоциклы. Офигеть. Круто, умница. Ну, наверное, ваши соседи не в восторге от вас, да? Когда одного байкера тяжело. Бабки камнями кидались? И что, попадают? Ну они же, а вам самим не шумно? Вот вы садитесь, да, на мотоцикл, и вот он просто под вами как, как самолет шумит. Он же реально очень сильно. Не думаешь? А подумали бы, кстати. А нас о всех подумали бы? Это в меня бабка вселилась эта старушка. Не, ну честно, я обожаю байкеров в кино и до десяти вечера. Вот честно, очень крутые чуваки. Наверное, себе и парня такого хочешь, да, чтобы он тоже был байкер. Или тебе нужен женственный, который сзади тебя вот так будет. Вот так за нее держаться, пока отец не видит. Отец подъехал и такой, ладно, похер, чисто на ногах. Да, катала бы парня сзади? Не, не катала бы? А как ему? В коляске рядом? Как это унизительно вообще? Это вообще либидо в паре сразу погибло. Просто когда ты к девушке в коляску вот так садишься. Поехали ко мне? Иди, бля, воду подержи вот так. Чего еще? Кто у нас? Мужики есть какие-нибудь интересные? Руки. Да, ладно. А ты откуда? Ты кто по национальности? Германия, чуваши, цыгане… И кто? И кто? И русский, да. Ну это знатная тусовка была. Я тебе так скажу. Ты творческая какая-то профессия? Нет? А что делаешь? Бар? А, ты бармен? А, банки… А что происходит? Вы типа… Вы тоже в банке? Я не возьму вашу ипотеку! Я в бакере. Хорошо. Какой банк? МТС. МТС банк. Круто. У вас? Совком банк. Ну и… И Россельхоз, да? Вот кто? Что, кто здесь? Какие-то альфа есть? Альфа банк. Альфа банк? Что? Централь? Бля… Это не аукцион! Я не продаюсь! Так, ну зубы покажи. Ладно, 200 тысяч за него. Просто… А у вас Газпромбанк, да? Ну все, ладно. Я в баке… А что произошло? Блин, может быть, какой-то чемпионат устроим? Может, на кулаках помашетесь вот здесь? Кто… Кто победит? Завтра футбол. Завтра футбол? Банковский футбол? А у вас вообще дел сейчас нет, да? Что вы в футбол играете? Может, что-то с курсом там поработаете, пацаны? Да, мы бы поработали, но у нас послезавтра фризби, поэтому… Мы не можем. А потом у нас хорсрайдинг. Вы это видели вообще? Вот это, когда… Когда палка, голова лошади и вот так прыгают. Через препятствия. Клянусь, есть такое. Займитесь, ребят, чего вы тоже? Просто только в футбол играете. А вы, девушка, вы чем занимаетесь? Вы, да-да-да. Да-да-да. Я предприниматель. Вы предприниматель. Преподаватель. Преподаватель. О! Английский, испанский. Классно. Так, и что, сейчас добавилось учеников или поменьше? А старикам зачем иностранные языки? Чтоб, типа, уже в оригинале слушать то, что Байден говорит. Че за тупость? Не, реально. А старикам зачем английский? Насколько им… Зачем им на эти полгода знать английский? Я не понимаю. Кто-то понимает, зачем старикам английский? Я вообще не выкупаю. А че они делают? А, недвижимость. Они ее, типа, там сдают, и когда им звонят, они говорят «Только славянам». Только испанцам, чистокровным. Никаких хачей. Даже там. Ну ладно, ладно, окей. Одну фразу. А как будет, кстати, на испанском «Только славянам»? Ну, ну, хорошо. Жоро пара рушаш. Жоро пара рушаш. Я уже ненавижу эту фразу. Так, а у тебя уже нога на сцене, да? Ты уже директор. Ну, так как… Все, я понял. Я пока отвлекся, ты уже потихоньку… Жить уже начал со мной здесь, я понял. Ну, ты вот с байкершей пришел, тебе все можно. Ты вместе или вы отдельно? Мама. А, вы мама? Да. То есть мама и на стендап пришел? Прикольно. Ничего себе. А на Рэй вы тоже вместе ходите? Мама, пошли за закладкой, там что-то… Что-то в парке там как-то… Не, это классные отношения между мамой и сыном, что вы вместе ходите. Вообще тусить. Круто. А как тебя зовут? Руслан. Руслан, а вас? Алана. Алана. Руслан и Алана. Классно. Так, и что, а вы сильно, ну, часто бываете с Русланом где-то? Да, вот, я буду рад. А, вы приезжаете просто его проведать, как он, че он, да? И как он, че он. Нормально, да? А ты здесь учишься? На кого? На зубного техника. У меня, кстати, сейчас очень много связей в банках, тебе все устроить надо.